Роберт Де Ниро Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро интенсивно занимался боксом и даже выиграл два из трех боксерских поединков в Бруклине. Изнурительные тренировки не единственное, на что пришлось пойти обладателю двух золотых глобусов ради съемок. По сюжету картины через несколько лет успешной карьеры герой Де Ниро бросает спорт и перестает за собой следить. Чтобы достоверно сыграть ушедшего из спорта и располневшего боксера, актер в 1979, получивший премию «Человек года» по версии Общества театралов Гарвардского университета, набрал 27 килограммов веса. Он максимально убедительно вжился в роль без грима и накладного живота, изменилась его мимика и пластика и даже появилась одышка. Как результат, две премии «Оскар» и бесконечная любовь зрителей. Шарлиз Терон. Ставшая популярной в 90-х благодаря фильмам «Два дня в долине» и «Могучий Джо Янг», актриса и модель Шарлиз Терон, блиставшая в компании Аль Пачино и Ривза в «Адвокате дьявола», через шесть лет сыграла Эйлин Уорнс в фильме «Монстр». Ради роли серийной убийцы оскароносная актриса детально изучила уголовное дело и решилась кардинально изменить себя. В кадре она практически неузнаваема, и дело не только в гриме. Ради роли Шарлиз пришлось набрать 14 килограммов. Для этого она регулярно объедалась фастфудом. Рацион звезды включал пончики, жареную картошку и чипсы. За эту роль Шарлиз стала лауреатом премии «Оскар» и получила «Золотой глобус». Мэтью МакКонахи. Актер, режиссер, сценарист и продюсер, удостоившийся премии гильдии киноактеров США, долгие годы довольствовался ролями в романтических комедиях, где обычно играл легкомысленных красавцев. После 2010-го, когда техасскому обладателю «Золотого глобуса» уже было за 40, его стали приглашать на серьезные роли. В 2013-м МакКонахи сыграл больного Родео Ковбоя в фильме «Далласский клуб покупателей» и получил первый в карьере «Оскар». Для руля он сбросил 22 килограмма, ел лишь маленькими порциями два раза в день и интенсивно тренировался. А чувство голода притуплял, жуя лед. Снижение веса контролировал диетолог, поскольку такие подвиги крайне опасны для здоровья. Кристиан Бейл. Актера разнообразных жанров, от блокбастеров до артхауса, можно назвать настоящим гуру по части с гонки и набора веса. В 2004-м Кристиан снялся в фильме «Машинист», где герой Бейла был похож на узника концлагеря. Для роли многократному лауреату и обладателю одной премии «Оскар» пришлось сбросить 30 килограммов. Он изнурял себя тренировками, съедал в день всего одну банку тунца без масла и одно яблоко. Чувствовал актер себя при этом неважно, однако именно такой подход помог ему лучше вжиться в роль. Сразу после съемок в «Машинисте» Бейлу предложили роль супергероя Бэтмена. Отказываться от такого шанса было преступно. Кристиан снова начал набирать вес и приводить себя в форму. Рене Зельвегер. 2001 год стал для обладательницы звезды на Голливудской аллее славы переломным. В свет вышла экранизация романа Хеллен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». Еще до выхода картины критики пророчили фильму провал. Говорили, что Зельвегер никак не подходит на роль обаятельной, но пухленькой Бриджит. Но в день премьеры картины все единогласно признали, что Рене отлично справилась с ролью. Для этого ей, правда, пришлось поправиться на 13 килограммов. Позже актриса, в копилке которой сейчас у «Оскара» и «Три золотых глобуса», вернулась в форму, но повторила свой диетический подвиг для участия в съемках продолжения картины, принесшей ей номинацию на «Оскар». Чтобы набрать вес, Рене ела по 12 раз в день, питаясь сладкой и жирной пищей. Алисия Викандер. Тренировки для роли и супергероев – отдельная статья в жизни знаменитостей. Для роли в фильме «Том Райдер» Лара Крофт миниатюрная Алисия Викандер набрала 6 килограммов мышечной массы. Подготовка к съемкам длилась полгода. В кадре героиня актриса должна была лазить по горам, ездить на велосипеде, стрелять из лука, плавать, драться с врагами и выполнять акробатические трюки. Для роли обладательницы премии гильдии киноактеров США и «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана съедала по 4 яйца на завтрак, а также полностью исключила из рациона алкоголь, сахар и быстрые углеводы. Под руководством тренера Магнуса Ликтбэга она занималась боевыми искусствами, легкой атлетикой, плаванием и стрельбой и не пропустила ни одной тренировки. Руни Мара. Все можно набрать и сбросить, но татуировки и пирсинг на теле – это навсегда. Актриса Руни Мара до роли в экранизации книги Стига Ларсена «Девушка с татуировкой дракона» не носила даже сережек в ушах. На кастинге на роль Лизбет Саландер было отсеяно много знаменитых актрис от Натали Портман до Евы Грин. Роль досталась именно Руни. За один день она проколола уши, губу, нос. Такая самоотверженность и отличная актерская игра принесли свои плоды. Руни Мара была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус», а сейчас на ее счету также приз Каннского кинофестиваля. В номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Кэрол». Вы смотрели ТОП «Самое-самое». Самые кардинальные трансформации актеров Голливуда.